Это сейчас всего минус 2 от ледяного ветра. Руки даже в перчатках сводят, а в 43-м здесь было минус 30. Лысая гора, отметка 145,5, как и Мамаев курган, многократно переходила из рук в руки. Только на этом небольшом рубеже погибли десятки тысяч красноармейцев. На Лысой горе Зинаида Степыкина каждую кочку знает. Маленькая хрупкая девушка, ростом 154, довесом 48 килограммов. Ползком за собой вытаскивала раненых бойцов. До сих пор забыть не может, как не успела спасти подругу Любу. Когда принесла в назначенное место, она уже была не жива. Это мне на всю жизнь запомнилось. Я разматывала обмотку, привязывала себе вот сюда, к груди, привязывала бойца. Если только сильные бои были, то я ложилась на землю, продвинусь, а за собой его тяну. В этом городе на Волге каждая улица и каждый дом – отдельный рубеж, за который красноармейцы стояли насмерть. Весь мир знает фамилию героически сражавшегося старшего сержанта Якова Павлова, работавшую вплоть до осени 42-го мельницу Гергарта. И, конечно же, Мамаев курган, за который наша армия дралась 135 дней. Штаб Чуйкова находится на Мамаевом кургане. Как всегда, на передовой своим бойцам он отдает приказ держать дистанцию до немецких окопов не более 50 метров, чтобы их же авиация, побоявшись попасть по своим, снизила интенсивность бомбардировки. Это специально для кинохроники командующая 62-й армией ходит с открытыми знаками различия. Все остальное время Василий Чуйков носит черный комбинезон танкиста, чтобы немецкий снайпер не смог идентифицировать генерала. Будущий маршал, как и все бойцы, не спал почти все 200 дней битвы. От переживания и напряжения, рассказывает его внук, у него появилась экзема на руках. На этом снимке медсестра перевязывает кисти военачальнику. Контратаки шли в ночное время. Немцы очень не любили рукопашный бой. Тут вот смерть, вот она стоит. Потому что, когда шла рубка, а рубка была жуткая, кровь лилась ручьем. Когда люди лопатками, ножами, прикладами, чем угодно убивали друг друга. Битва унесла жизни почти двух миллионов человек. Это известный факт, что в среднем за сутки гибли 6 тысяч красноармейцев. Приблизительно где-то за 40 минут боев из 11,5 тысяч вышло из боя только 500. 40 километров от Волгограда. На этой точке погибает целая дивизия, пытавшаяся остановить армии Готы и Манштейна, которые пробивались на помощь окруженному Паулюсу. Здесь поисковики обнаружили останки 11 офицеров. Сначала немцы обстреляли их с двух минометов, потом сверху закидали гранатами и уже спустились сюда и добивали из автоматов. Это была настоящая мясорубка. Было страшно всем, даже опытным бойцам. Немцы только с августа по сентябрь 42-го сбросили на город 50 тысяч авиабомб. Но Сталинград выстоял. И именно отсюда началось победоносное шествие наших войск на Берлин. Александр Селезенева, Дмитрий Лабутин, Александр Чуксин и Елена Мотренко. Телеканал «Звезда». Волгоград. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать. Над нами благодать.